Здравствуйте дорогие мои! В последнее время мне все чаще и чаще задают вопрос что нужно для того, чтобы создать свой канал что нужно для того, чтобы стать блогером и некоторым кажется, что это очень просто некоторые люди, с которыми я сотрудничаю тоже задают мне разные вопросы по этих нюансах именно по созданию канала, по ведению канала что нужно для этого, как оно отнимает время насколько это затратно поэтому я решила сделать общие видео комплексные в которые я включила все, как по мне то в принципе самые такие главные аспекты которые чаще всего встречаются в жизни блогера и о каждом пункте я немножечко так вот кратко расскажу, несколько слов и вам будет уже примерно понятно все-таки, что это такое блогер и что это такое ведение канала вот, начнем мы с первого пункта это конечно же желание внутри вот, что вы реально хотите создать канал что-то вас заинтересовало и вы хотите создать канал ну, второй пункт, он не заставляет долго ждать это пункт знать, зачем тебе это тут есть много, масса разных людей, которые просто захотели создать канал потому что так делают все создали и все то есть, они не преследуют какую-то личную цель и на этом их канал заканчивается их неополезность и интересность тоже поэтому задайте себе вопрос перед тем, как создавать канал и после того, как у вас возникло желание зачем мне это, что я хочу от этого получить или чем я хочу поделиться с миром конечно же, я не буду сейчас говорить, что я вот такой суперпозитивный суперполезный человек но, в какой-то мере, я все равно делюсь информацией которую знаю, которую пробую сама в то же время и также частичкой своей жизни делюсь и сохраняю частичку этой жизни для будущего то есть, делая свой архив семейный для того, чтобы и самой позже посмотреть и посмотреть, конечно же, вообще по ведению канала посмотрите, насколько я улучшилась вот моя цель вот, вот мой ответ на вопрос третье, это нужно помещение, в котором вы снимаете естественно, у каждого у нас есть жилье, где мы живем временное, невременное но, все-таки, обратите внимание на следующий пункт это освещение то есть, помимо того, что у вас есть какое-нибудь помещение вам нужно хороший свет, хорошее освещение чтобы у вас было предельно четко видно то есть, не желтый, тусклый свет если у вас тусклый свет, могу дать вам такой вот совет купите просто эти лампочки, обычные вот, евроэкономки не знаю, как они правильно там называются то есть, обычные лампочки, которые добавят света сделайте дополнительные просто патроны на шнурке и подсвечивайте или ставьте на стойки или просто дополнительно сделайте еще несколько фонарей по дому то есть, как раньше было заведено одна лампочка на одну комнату это уже не работает не то, что для жизни но для съемки, то тем более вот, и следующее помимо того, что у нас есть о помещении освещения нам понадобится пятый, камера камера у каждого может быть своя на первое время у вас может быть обычный цифровик может быть хороший телефон с хорошей вот съемкой вот, и при хорошем освещении можно кое-как снимать первое время и когда вы поймете, что вам действительно это нравится, вам это интересно и вы хотели бы продолжить и у вас появится ресурс или возможность как-то приобрести камеру конечно же, вы будете улучшаться и вот так вот само собой пойдет или сначала, если вы четко решили есть ресурс для того, чтобы купить хорошую камеру не пожалейте, купите кстати, камера это такая вещь что даже помимо блогерства она будет полезна в семье так что вот такая вот идея шестое, это гардероб для мальчиков, не знаю, как для мальчиков но, как по мне, для мальчиков-блогеров тоже нужно следить за своим стилем как минимум должно быть 5-10 маек на смену а что девочкам, то это вообще очень сложный вопрос помимо того, что у вас должно быть платье к платью должно быть массу чего подобрано и в том числе и факторы, которые я перечислю ниже следующий, седьмой пункт это мейкап мейк, который вы будете делать непосредственно под образ непосредственно под платье под фон и учитывая то, где вы будете снимать на какую тему то есть это все должно перекликаться то есть мейкап, гардероб это должно делать определенный образ следующая тема это уже более к технической части это умение монтажа нужно на первое время научиться вырезать монтировать, делать переходы то есть в принципе, чтобы у вас было не просто что вижу, то снимаю вот много кто сможет просто нажать на кнопку записать и остановить но я не скажу, что это все представляет ценность как вот я работала на телевидении то есть у вас есть 40 минут съемки может даже больше и вам из них нужно выбрать 3 минуты самых важных на ютубе это не столь критично не только 3 минуты должно быть я думаю, в среднем видео должно составлять 5 минут потому что 1 минута это вообще, то есть не знаю, может что-то такое какое-то мгновение но я не знаю даже не успеваешь лайкнуть не успеваешь оставить коммент как началось, так и закончилось то есть 5 минут, как по-моему должно вот так быть среднее видео в идеале это должно быть 10 минут если у вас подключена монетизация за которую вам платят, за рекламу то в идеале 10 минут вот так что больше? представлять больше 10 минут некоторым людям сложно смотреть но я вот что вам скажу если человеку скучно и не интересно то это его дело если это видео приносит какую-то пользу если это видео, к примеру, я делаю как сделать мыло я из 50 минут делаю 13 минут и оставляю самые важные с комментариями самыми важными то я таки оставляю 13 минут я не буду делать из этого видео 3 минуты или 5 из-за того, что кому-то будет скучно это видео для того, чтобы посмотреть, повторить то есть это видео поучительное которое несет информативный и обучающий характер вот и в принципе и там важны все детали поэтому я и там достаточно много обрезаю ускоряю некоторые медленные вещи я бы не сказала, что это тоже хорошо по-моему, вот когда я смотрю и что-то хочу повторить мне приходится несколько раз пересматривать чтобы точно уловить суть ничего не пропустить поэтому главное, чтобы суть оставалась суть и пусть это видео будет длиннее 10 минут но не гонитесь за тем, что кому-то скучно или кто-то навязывает вам свой стандарт вот, дальше помимо монтажа следующая, девятая у меня это темы помимо того, что у вас в первое время будут какие-то свои темы у вас должны быть плейлисты по разным темам вот, и темы вы должны отслеживать помимо того, что вам приходит в голову отслеживать в поисковике что люди ищут что людям интересно также смотреть, что в вашей жизни происходит интересно и на эти темы снимаются для того, чтобы поделиться следующее, десятое это украшения это уже дополнение к девятому и седьмому к гардеробу и к мейку украшения непосредственно у женщин это просто неотъемлемая часть сережки не знаю, у кого у меня нет сережек я не ношу украшения на волосы украшения на шею украшения на пальцы то есть кольца разные украшения на одежде то есть возможно орнамент, надпись вышивка какая-то волосы и какое-то еще дополнительное украшения это вот тоже неотъемлемая часть которая будет делать видео особенным, интересным и привлекать человека вашей внешностью и мне вот мне вот очень интересно смотреть людей которые вот хорошо подготовились к видео которые подошли ко всем моментам внимательно все подобрали они просто я такая вот проснулась в футболке что-нибудь там сказала в темноте в полумраке сняла свои бардаки все то есть это понимаете должно быть по максимуму подготовлено если вы снимаете на обычную на какую-то тему конкретную если влог то я понимаю может быть всякое у каждого в жизни разные бывают влоги это вот такая интересная тема закадровая можно так сказать жизнь обычная наша обыденность поэтому к влогам нет никаких претензий дорогие затем помимо темы украшений одиннадцатый это средства дополнительные средства на покупку штативов флешек насадок объективов фонов поездки разные то есть все дополнительные затраты включая и тот же гардероб те же украшения все это стоит немало и даже купив украшение за 200 гривен оно завтра уже не подойдет к тому же платью и завтра ты его уже не можешь надеть потому что зрителю уже не будет интересно смотреть тебя в том же украшении если это уже не другой лук и это украшение не обыграно по другому поэтому дополнительные затраты тут еще ого-го какие следующие это 12 это время знаете очень часто смотришь там видео на 10 минут думаешь да я посмотрел сделал выводы но когда уже начинаешь сама заниматься каналом вести его и более работать над ним усовершенствовать канал усовершенствовать видео усовершенствовать сам монтаж то тогда по-настоящему понимаешь и ценишь время которое человек затрачивает тратит на то чтобы сделать отличное интересное видео для вас смотрите помимо того что нужно время для того чтобы снять перед этим тему нужно проработать составить план или как минимум просто подумать нужно проработать образ в той же мере и гардероб и украшения и мейкап и прическа и обуви и фоны то есть помещение это все безупречно нужно продумать потом тратится время на монтаж на то чтобы скомбинировать перед монтажом тоже нужно хорошенечко подумать что видео у тебя самое главное что можно выбросить что можно сделать каким-то интересным спецэффектом что можно размыть что можно дополнить картинками вставками музыку какую положить это все тоже дополнительно продумывается и после того как даже вы смонтировали вам еще нужно его вывести из программы монтажной это занимает примерно 2 часа у кого как если выводить в HD качестве то это может быть более 2 часов так же все зависит от времени сколько составляет общее количество времени видео поэтому на самом деле где-то примерно день у меня уходит на обработку одного видео это не говоря про то что нужно еще жить этот день куда-то и пойти погулять и ребенком зайца и домом поэтому снять и сделать в один день все это очень сложно но возможно вот и после того как вы даже вывели видео из программы монтажной вам нужно еще залить на YouTube если качество отличное тоже HD то это тоже занимает достаточно большое количество времени тоже больше одного часа примерно то есть залить на YouTube после того как видео залилось на YouTube его нужно сохранить хорошенечко описать сделать теги сделать рассылку сделать заставку на видео ой масса чего об этих всех штуках можно говорить в отдельном видео поэтому я не буду сейчас углубляться в эту тему но на самом деле на монтаж видео которое 5-10 минут тратится практически день практически сутки работы поэтому цените видео ваших любимых видеоблогеров и не стесняйтесь писать ваше мнение кстати о комментариях это очень важно каждому блогеру даже если это не совсем хороший комментарий все равно это ваше внимание и оставляйте свой след после себя что вы смотрели хотя бы какими-то репликами смайликами лайками дизлайками даже иногда то есть поддерживайте не поддерживайте но покажите что вы оценили покажите что вы смотрели и вот так мы постепенно приблизились к 13-му пункту это поддержка или не поддержка то есть другими словами критика критика и поддержка они оба важны эти два аспекта потому что поддержка это очень согревает душу критика хорошо мотивирует поэтому за это все большое спасибо всем кто меня смотрит и за поддержку и за критику и за внимание отдельное спасибо так 14-е когда ваш канал уже становится каким-то вот в меру посещаемым и интересным каналом уже нужно задумываться о сотрудничестве то есть сотрудничать с мастерами сотрудничать с другими людьми которые хотят рекламу это тоже нужно уметь и договариваться и сотрудничать и им тоже нужно уметь рассказать все эти способы эти пункты затраты вашей энергии что вы не просто встали от фонаря что-нибудь сказали и вы такой вот крутой блогер поэтому уметь сотрудничать это тоже нужно 16-е почему-то я пропустила один пунктик ну ладно будь в 16-е иметь своего русла или быть мультифункциональным человеком как я к примеру то есть как только я начала вести свой канал мне некоторые блогеры которые получше были меня вот начали писать что же ты делаешь если ты мама и ты снимаешь о ребенке то снимать тогда о ребенке чего ты в кулинарию лезешь чего ты мыло уже начала делать и в принципе знаете я послушала это но не начала удалять видео которые были сделаны и не остановилась в развитии я просто решила что я не такой человек чтобы просто снимать о пеленках и на этом закончить то есть помимо того что я снимаю о ребенке я еще раз снимаю о своем развитии о том что я делаю и о рукоделии и мнения которые мне вот приходят на душу и в принципе снимаю обзоры я много чего снимаю поэтому я не хочу ограничиваться именно тем что я мама и это все для меня то есть это для меня точка в моей жизни мама это прекрасно конечно но помимо того что я мама я еще и развиваюсь просто женщина и просто человек который работает и имеет свои хобби интересы поэтому останавливаться на одной теме я не могу я мультифункциональный человек и на моем канале вы можете посмотреть разные плейлисты на разную тематику и благодаря этому я думаю что каждому из вас есть что посмотреть и если вас не интересует рукоделие вы можете посмотреть мнение если вас не интересует мнение вы можете посмотреть обзоры Обзоры, кстати, очень обширные темы, у меня просто разные-разные темы, я стараюсь для вас снимать очень интересные и необычные обзоры, которые вам тоже могут пригодиться, ссылочки всегда оставляю под видео, следите, вот, и в принципе, что 17-е у меня, это нужно улучшаться, работать и любить то, что делаешь, потому что если не работать систематически, периодически в определенное то же время, то это уже ослабляет сам канал и расслабляет зрителей, которые ждут от вас чего-то, если нет улучшений, то перестает быть интересно, если вы стоите на одном уровне, но в принципе, как по мне, что деградация и стоять на одном уровне, это всегда плохо, поэтому лучше быть мультифункциональным человеком, как я, много чем интересоваться, быть развитым в многих сферах, вот, быть интересным человеком и иметь чем поделиться, чем просто вдолбиться в одну тему и просто до тошноты всем вывести мозг чайной ложкой из-за того, что ты знаешь хорошо одну тему, не всем та тема будет интересна и полезна, поэтому вот такое мое мнение, исходя из моей точки зрения. 18-е, это не терять себя, превращаясь в скучного диктора. Очень часто, когда у меня есть такие вот запинки, паузы непонятные в видео, ошибки смешные, что-то такие вот, разные неловкие моменты, я раньше на монтаже пыталась как-то убрать, это что же, я такой не идеальный человек, как я могу, я все-таки стремлюсь к идеалу. Но мой муж мне говорит, зачем все-таки это убирать, пусть будет, ты же не диктор на телевидении, который строго должен сесть в костюме, с каменным лицом и все сказать, кто умер, кто родился на одной эмоции. Естественно, да, я согласна с моим мужем. И вот еще моя подруга Олеся мне тоже подсказала, говорит, что есть много сейчас каналов, которые вот специально смешат, дурачатся, опозорятся ради просмотра. Она говорит, если у тебя уж так получилось, что ты ошиблась там, начала говорить, сбилась, ничего оставляй, это во-первых, эмоционально, во-вторых, жизненно, и в-третьих, это тоже в какой-то мере показывает обыденность, а не просто строгую наигрывость, которая просто однотонная, никому не интересна. Поэтому, в принципе, в последнее время я начал даже оставлять такие моменты, которые очень хочется вырезать, разные там ошибочки, но все равно, в принципе, я тоже за то, чтобы быть собой. И вот моя главная проблема раньше была во влогах, я тоже снимаю просто обычный день, и вот что там ошибло, все, нужно монтировать. А вообще-то, в принципе, в идеале, если ты снимаешь влог, во влогах вообще монтаж не рекомендуется, разве что какие-то спецэффекты, вставки, музыка, если она нужна, то, в принципе, да. Вот. Вот такие вот мои мнения, вот такой вот мой списочек я сегодня вот прошла быстренько. Спасибо, что смотрите мой канал, поддержите своими мнениями, я очень стараюсь, чтобы вам понравилось мое видео, и помимо того, чтобы вам была полезна тема, стараюсь как-то вот улучшаться, чтобы вам было интересно меня смотреть, хотя мне не совсем важно, как вы ко мне относитесь, главное, чтобы вам была интересна сама моя тема. Хотя и те люди, которым я нравлюсь, и которым я не нравлюсь, я все равно благодарна за внимание, если вы смотрите мой канал, обязательно все равно заходите, и не важно, какой вы комментарий оставьте, главное, чтобы он был честный и от души. Пока-пока!